Нам Писание показывает некоторые принципы, которые необходимы в нашей жизни. Но как эти принципы применять конкретно в вашей семье, в вашем браке? Тут Бог должен вести вас, потому что то, что может быть хорошо сработает для семьи Мамоновых, не подойдет для семьи Снигиревых. То, что там будет хорошо у Сукери, может быть совершенно не подходит для Медведевых. Потому что у них разный опыт, разные характеры, разная жизнь, разные этапы семейной жизни. И поэтому нам нужно и одну сторону развивать, и другую сторону развивать. То, что мы видим в первом перечне потребности, это можно объединить словом характер. Характер, наш христианский характер, надежный, верный, стабильный. Тот отвечает за свои слова, который не просто болтает там на ветер, что ни попадя. Нам необходимо, да? Наш характер. Характер, который апостол Павел называет плод духа. То есть, это не то, что дается, это то, что взращивается. Любовь, радость, мир, верность, долготерпение, милосердие. Куда же без милосердия? Как прожить, если не будешь милостивой к своей любимой? Как вынести это все? Нет, никак. То есть, мы должны развивать эту сторону нашей жизни. Но, если вы думаете, что только воспитывая христианский характер, все эти прекрасные понятия, вы будете благословенны в семейной жизни. А как бы не так? Потому что вместе со всем этим есть незаполненное пространство. И без этого незаполненного пространства, все остальное, оно классно, оно здорово. И в шестнадцатом, или там в семнадцатом, ну в семнадцатом уже нет, ну где-то в пятнадцатом веке, это может быть супер и достаточно было. Потому что не по любви женились, и разводиться без, и за любви никто не будет. Но в наше время нет. В наше время нет. Скучно. Неинтересно. Вот все правильно. Все хорошо. Но возникает вопрос, и что, это все, что ли? Вот так вот. Вот так вот. Поэтому есть еще другая сторона. Другие наши потребности. Есть в Ветхом Завете один очень интересный образ. Давайте откроем книгу пророка Иеремии, сорок восьмую главу. И вот здесь слово про народ Моав. И вот, как всегда у пророков, такими образами Бог говорит к своему народу, ну к мавскому народу. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожах своих. Вот покой, это вот, там вечный бой покоя, он только снится. А вот тут покой. Покой здесь. Стабильность, покой. Известно, что будет через десять, через двадцать, через тридцать лет. И вот, был в покое, сидел на дрожах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд. И в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перелиют его и опорожняют сосуды его и разобьют кувшины его. Здесь образ, связанный с виноделием. Я невеликий специалист в виноделии и винах, слава тебе, Господи. Вот, поэтому я посмотрел в разных энциклопедиях и там получил такую информацию, что в древнее время, здесь описывается именно виноделие древнего мира, да? Так вот, при изготовлении вина давили ягоды, естественно, виноградные, потом сок разливали по сосудам и оставляли его бродить. И там появлялся при брожении осадок. У нас в финодальном переводе написано дрожжи, да? Ну, в современном переводе написано осадок. Вот это осадок, да? И чтобы отделить вот это вино от дрожжей, от этого осадка, его примерно через 40 дней осторожно переливали в другие сосуды. И таким образом для того, чтобы вот эти виноделы работали со вкусом вин, необходимо было переливать. Там были разные сосуды, там человек, каких только амфоры были, разные сосуды были. Были с толстыми стенками, с тонкими стенками. Все это так или иначе должно было при работе улучшать вкус вина. А тут говорится при Моаве, что никто тебя никуда не переливал. Ты сидел на дрожжах своих, из этого вкус был тот же, и запах не изменился. Это прекрасно вписывается в эту картину, да? Стабильность, предсказуемость, постоянство. Как было вчера, так было третьего дня, так было завтра. Нового ничего нет. Тот же самый вкус. Стабильно, но скучно. Постоянно, но нет интриги, нет интереса. И точно так же бывает с нами, драгоценные, когда вот ощущение, мы знакомимся, мы ухаживаем, и каждый старается удивить, удивить свою возлюбленную. Каким-то образом ее сюрпризы ей показывать. Какие-то вот, я помню, мы познакомились с Дианой в самом начале 90-х годов, мы поженились в 91-м году, и вы помните, какое это было время. Ну, экономически непростое время было, правда же, начало 90-х. Уже советские деньги там заканчивались, новые начинались. В общем, флом эпох, вот. Я до сих пор помню, как я там пытался ее удивить, а денег вообще мало. Очень трудно удивлять женщину без денег, понимаете? Она деньгам в основном удивляется, вот. А тут денег нету, и где взять, тут трудно. Я помню, что-то там придумывал, или какие-то сладости там пытался, и такие стишки там рассказывал, там, у меня-то что-то есть, а это что-то можно съесть, там. Что это такое, что это такое? Отгадай, не отгадаешь, я сам съем, да? Интрига, сюрприз, неожиданность. И сразу, да, и потом, не просто получаешь какую-то круглую конфету «Метеорит», которую я стащил у мамы из коробки, да? А ты получаешь такой сюрприз, ты его отгадывала? Отгадывала. Я отгадала. И из подарка обычной круглой шоколадной конфеты «Метеорит» или «Рыжик», я уже не помню, какие были, вот, можно сделать целое представление, да? И все, и запоминаю. До сих пор помню, Диана, там, вот эти моменты. И сколько было, когда нужно как-то было удивить. Надо как-то неожиданно сделать. И голова работает же, да? Потом проходит время, год, и ты уже поженился. Этот веселый и неожиданный парень, который из любой конфеты сделает шоу, да? Куда девался парень этот? Во что он превратился? В тапочки и в треники такие? Которые приходят, что у нас жена? Все стабильно, но ничего неожиданного. Вроде бы, хорошо все. Чего тебе? И потому мужья часто удивляются, да? А что, я тебе денег, что ли, не даю? Даю. Чего ты как кислостью сидишь? Что нам кажется, денег дал, и все, но ты уже... Радость на весь месяц в семье? Нет. Почему? Ну, потому что, когда ты даешь первый раз деньги, это приятно, неожиданно. Но когда уже сто первые, это уже традиция. Это уже скучно. Уже что-то хочется такого. Скажешь, как? Деньги они и сто лет назад, и сейчас они... Да, но интриги-то нет. Неожиданности-то нет, понимаете? И это уже не будоражит. И поэтому наступает вот эта убийца семьи. Скука. И, как я сказал, ты не просто уже тебе с партнером скучно. Тебе уже с самим собой скучно. Скучно с тем, каким ты сам вот стал. Предсказуемым, неизменным, стабильным, вот таким. Скучно. И поэтому получается, даже уже бывают, ну, семьи к определенному возрасту у них уже и жилье отличное, и финансовая стабильность. Все есть. А любви-то нет. Потому что вот эта страсть, которая нуждается в новизне, в сюрпризах, в риске, в приключении. Куда-то девалась. Поэтому так важно, дорогие, если мы хотим счастливой семейной жизни, мы должны осознавать, это неразрывно связано с работой над собой. Если здесь нам необходимо, да, в первой нашей потребностях развивать свой характер, то здесь нужно развивать свою личность, развивать свои интересы. То есть интересно с тем, кому самому интересно жить. Вот семейные пары, вот вспомните, да, вот в ваших отношениях. Я сейчас говорю не те, кто там месяц женат, и там просто какое-то хаотичное движение эмоций, вышибающие регулярно пробки в доме и как-то вот. А вот когда уже год, второй, пятый, десятый год, да, вот когда возникает всплеск интереса к партнёрам, да, то, что мы называем страсть, когда возникает? Когда? У вас возникает страсть в семье у кого-нибудь здесь? Или у вас такая стабильная любовь, что вы чуть не вешаетесь от этой стабильности, потому что иначе вы не знаете, как уйти из неё? А после ссоры тонко заметил наш специалист по семейным вопросам в нашей церкви. Да, на самом деле, потому что, как говорится, тут и опасность. Часто люди бывают, они даже интимной жизнью не могут заняться, если не подерутся вначале, да? Как-то подрался, ты уже как-то уже смотришь, она с фингалом по-новому выглядит. Как-то уже неожиданно новизна есть, да? Ну, конечно, я шучу, да? Но, да, после ссоры бывает, правда, бывает, да? Когда, в общем, что-то должно потрясти, да? После какого-то расставания бывает, да? Почему? Потому что вы не видели друг друга. Я, конечно, понимаю, сейчас в наше время можно расстаться и каждый день любоваться, да? Но обычно, когда люди расстаются, они намного меньше общаются, да? А что там с ним? А что там с ней, да? Как? И ты уже ожидаешь, да? Потому что нам хочется то, чего у нас нет. Когда у тебя есть, очень трудно этого хотеть. Вот нет у тебя машины Вольво, тебе ее хочется. Она у тебя есть, тебе ее уже хочется меньше. Через некоторое время тебе ее вообще не хочется. Хочется уже что-то другое. Трудно, да? Потому что любовь, это же то, чем мы владеем, то, что мы имеем. Это важно, стабильно, но это трудно хотеть. А вот тут как раз страсть, это чего-то хочется, к чему-то ты стремишься, да? О, по-новому как-то, неожиданно как-то, да? Когда ты, знаете, страсть особенно возникает, когда ты видишь своего партнера словно в новом свете. Когда он открывает что-то в себе, то, чего ты раньше не видела. Или, может быть, у него этого и не было. Я на всю жизнь запомнил, как мне некоторое время назад Диана сказала такие слова. Говорит, я говорю, сколько живу с тобой, до сих пор не могу тебя понять. И в тебе есть столько неизвестного, что я никак не разгадаю. Получилось. То есть, видите, конечно, я и стабильный, уже 31 год, как говорится, куда стабильнее. Но в то же самое время есть какая-то новизна. Она, безусловно, здесь есть и такие чувства риск. Почему мы, когда читали «Песни, песни», там, когда говорится про ревность, да, любовь, да? Потому что любовь она имеет, владеет, любовь она защищает. Это очень важно. Но, согласитесь, защищенность, надежность – это маловозбуждающие чувства, правда же, да? Ответственность и стабильность – это вообще антисексуально. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем, ну как без ответственности, как без стабильности? Но одновременно хочется вот чего-то такого, где риск, где неизвестность. Поэтому правду говорят, что счастливые отношения – это там, где люди работают над отношениями. И тут нет общих лекал, нет общих схем. Здесь каждый должен самостоятельно смотреть о ваших отношениях. На данном периоде вашей супружеской жизни вы в чем нуждаетесь? Потому что если у тебя уже жена умирает из-за непонятка, неопределенности, а ты еще риску добавил, а я тебя еще удивлю, дорогая, вот не ожидала никогда. Ее может убить такая страсть. Страсть была сильной, но убийственной. С другой стороны, да, если тоже вот все есть, да, вроде бы надежность, стабильность, защищенность, предсказуемость. Но нет новизны, нет сюрпризов, то тоже надежно и смертельно скучно. Поэтому, если вы часто слышите, да, вот как строить семейные отношения, порой кто-то делает в каких-то книжках или проповедях делается акцент на одну нашу потребность, да, что нужно быть, вот женщине какие нужны, защищенные, с которыми стабильно, с которыми надежно, чьему слову можно доверять, вот такие мужчины нужны, да, да. Другие книжки читаешь, там написано, какие мужчины нужны, а вот чтобы там приключения, чтобы с ним было интересно, чтобы там сюрпризы были, какая-то новизна, чтобы неизвестность будоражила. Ты смотришь, это совершенно два разных мужчины. Либо новизна, либо стабильность, либо риск, либо безопасность. Дорогая тебе, кого нужно? Кого нужно? Обоих. И будут двое, одна плоть. Мужчина должен воплотить в себе и одну сторону, и другую сторону, чтобы было и защищенно, но одновременно интересно. Нужны обе эти стороны. Поэтому важно водительство Духом Святым не только в нашей там духовной жизни, в служении Богу, но и в нашей семейной жизни нужно. Если вы слышите там о стабильности, там что-то, может быть, в вашем как раз случае, вам нужно уделить внимание и главный акцент поставить на другую сторону. Потому что хорошо, когда надежно, но ведь это скучно. Хорошо, когда весело, но ведь это ненадежно порой. И концом смеха бывают слезы написаны. Поэтому хочется, чтобы было и то, и другое. И вот те пары, которые научились совмещать и одно, и другое, и являются счастливыми. И этому не научить. Это личный путь каждой семьи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.